ну чё типа начался эфир так коллеги есть ли эфир видите ли вы меня слышите ли вы меня есть ли у нас эфира куча окон открыто непонятно что из этого что да вроде бы есть я в эфире а вы меня видите или слышите например я вижу 17 человек уже подключены к эфиру я специально чуть-чуть пораньше на случай если я смогу разобраться да все есть видно и слышно окей значит пока еще четыре минуты давайте исходить из того что пока мы еще не подключились поэтому я немножко просто поболтаю языком друзья у нас заканчивается набор на онлайн-курс по написанию романа сегодня утром оставалось 6 мест на прошлой неделе в конце прошлой недели оставалось 9 что ли вместо 8 мест а вот на настоящий момент осталось четыре места то есть сегодня с утра два места уже улетели и я глянул заявок там заявок уже по 7 штук вот на оставшиеся четыре места поэтому поэтому друзья мои если кто-то из вас вот кто-то кто слушает эфир прямо сейчас планировал пойти на этот курс и думал что-нибудь вроде того что ну пока еще торопиться смысла нет давайте давайте уже после майских то не откладывайте а скорее хватайте эти оставшиеся четыре места как только мы наберем я не играю в эти инфобизнесовые игры да когда люди пишут что осталось там три места осталось два места на самом деле там два места проданы на курсе 45 мест на курсе 41 место продано и осталось четыре места так друзья как у вас прошла неделя удалось ли удалось ли проявить жестокость продажа поделитесь поделитесь своим опытом кто сколько денег заработал так нашла идеально покупателя заключила с ним контракт пожизненный то есть вы себе продали какой-то свой продукт переложили деньги из кармана в карман мне кажется что это не очень такая выгодная транзакция детенок бушует так пишем не получилось покупатели появились сами без нажима я сегодня посмотрел по графику у нас осталось 10 занятий конечно я обозреваю то что мы с вами сделали за эти два года это конечно невероятный труд прям действительно очень сложный я когда связывался в это дело я конечно не представлял насколько это все будет непросто но и с другой стороны интересно и результаты мне очень нравится то есть я не думаю что конечно у меня была мысль сделать продолжать дальше сделать еще следующий такой же год но я чувствую что нет это просто просто реально очень тяжело еженедельно два года подряд еженедельно каждый понедельник ни одного эфира я не пропустил поэтому это все конечно не так просто я думаю что мы закончим будем другое придумывать естественно какая-то активность у нас все равно будет всегда на на наших страницах окей 12.00 и так коллеги мы продолжаем наш год денег очередное 30 занятий сегодня мы с вами будем говорить о делегирование тема не такая уж простая как кажется делегирование вообще это такой ну некий фетиш у бизнес тренеров да то есть делегирование это такой синоним роста делегирование это путь к росту и очень часто очень многие учителя они прям таким прямым текстом говорят что хотите получать какие-то успехи да обязательно надо делегировать на самом деле в самой этой теме в теме делегирования есть не просто двойное но а или тройное а четверное даже четыре дна поэтому я и назвал следующий урок квадрат делегирование и сегодня мы с вами постараемся до этих четырех четырех дом достучаться прежде всего небольшую такую историю я скажу я работал в газете в газете метро можно уже столько лет прошло можно уже рассказать давно уже не никто из тех ребят которые там со мной работали уже давно не работают это наверное какой-нибудь какой 2005 что ли год и даже 2004 очень давно это все было мы сидели на метро баррикадная прям здание метро помните до зданию круглая здание метро баррикадная и вот там наверху на сначала на четвертом это же потом на пятом переехали размещалась наша редакция что было в общем очень удобно из метро выходить вышел и сразу же сразу же на работе и вот собственно я был шеф-редактором этого издания сразу после того как закрылся журнал крокодил мне не очень понятно было куда податься и вот меня туда приятель позвал и вот у нас была такая очень-очень веселая директриса однажды мы переезжали с этажа на этаж расширялась редакция и значит она нам сказала что ребят давайте вот вы поносите столы поможете сделать переезд вот и мы такие конечно что угодно делать лишь бы не работает вот и мы значит целый день таскали эти столы переезжали вот мы переехали все молодые сильные ребята вот и после расставили все столы расставили шкафы и после этого сидим отдыхаем по моему даже пивко какой-то попиваем и я смотрю на это все и я вдруг понимаю что у нас в кабинете сидят четыре начальника 4 топ-менеджер каждый из них зарабатывает но я не помню сколько мы тогда зарабатывали но зарабатывают достаточно хорошие деньги по тем временам и и вот мы потратили да то есть 22 рабочих дня и вот соответственно да мы один наш рабочий день каждого из нас стоит там столько-то столько-то день и вот мы потратили этот день оплачиваем оплаченные редакции оплаченной компании потратили на то чтобы таскать столы то есть для чего это было сделано ну для того чтобы условно говоря не нанимать таджиков каких-нибудь и в итоге мы нашу работу в течение этого дня не сделали на нашу работу ту работу за которую нам платят хорошие деньги но мы вместо этого делали работу которую но условный гастарбайтер мог бы сделать за там 33 гастарбайтера за 500 рублей на всех могли бы ее эту работу сделать да еще и счастливы и рады бы да и я подумал что-то не так да что-то вот что-то в этой теме не так да то есть что это какой-то такой неправильное делегирование да когда мы работа которая достаточно дешевая да и найти людей на эту работу достаточно просто да эта работа была поручена людям которые чьи услуги стоят достаточно дорого да мы-то естественно мы с огромным удовольствием этим этим позанимались да то есть нам нам-то это естественно по кайфу было на вот но в целом до рабочий день был потерян то есть качество работы в этот день в нашей компании было ниже было снижено из-за того что мы не занимались своей непосредственной работой дальше следующая история и это у меня такую мысль зародила да что что-то здесь не так да что надо было просто вот эту работу да нам надо было делегировать конце концов мы могли бы это делегировать сами то есть нас попросили это сделать да мы могли бы вместо того чтобы это сделать до взять эти 500 рублей до пастушки скинуться и нанять как убить и таджика какую нанять до гастарбайтеров уже тогда было много достаточно да и без проблем это можно было найти дальше следующая вещь кто из вас читал книгу и как ранено я все время забываю название все время хочется говорить это удивительная жизнь мне кажется что книга называется это странная жизнь про академика любящего чтобы не ввести вас заблуждение а это странная жизнь как даниил гранин кто из вас читал эту книгу полудокументальная полу художественная книга я очень люблю гранина кстати говоря да это странная жизнь кто из вас читал зубр замечательно иду на грозу замечательно да значит я вкратце вам совсем расскажу эта книга про ученого энтомолога александра александровича любящего который поставил целью своей жизни составление некого я не не сильно разбираюсь в этих всех нюансах биологических да он поставил себе целью составить такую периодическую систему насекомых составить некий такой атлас насекомых который ну огромное количество и чтобы их описать всех да просто нужно много времени потратить это большой объем работы которые не никак периодическая система элементов данным полторы сотни элементов до сел составил и как бы все а там их реальным десятки тысяч и они все очень разнообразны вот он поставил себе такую цель и когда он эту цель ставил дальше он приступил к ее выполнению и он очень быстро понял что объем жизни человека не очень велик да то есть в дни 24 часа в году 365 дней и соответственно да если выделить то время которое можно потратить на работу дату этого времени не так уж и много и дальше он начал вести такой сплошной учет своего времени то есть он в течение многих лет каждые 15 минут своего времени хронометрирует да то есть что он такой очень скрупулезный бухгалтерский учет времени для чего для того чтобы избегать утечек времени да и все освободившиеся время тратить на инвестировать в решение этой своей задачи и когда я читал эту книгу вообще я у меня подход всегда системный к 1 книга потом поймать по тайм-менеджмента у меня была книга тайм-драйв архангельского до сих пор считаю и выдающийся совершенно книгой и обязательный в общем к исполнению для для каждого человека который занимается своей продуктивностью кстати у нас был эфир с глебом архангельским тоже можете посмотреть на канале у нас и читал и про лигу время естественно да вот все это и я почувствовал что там что-то не так в итоге в конце концов вы знаете уже это я отказался системы традиционного тайм-менеджмента поскольку это тайм-менеджмент что называется рассчитанный на профессиональных менеджеров наемных менеджеров индустриальной эпохи индустриальная эпоха закончилась до у фрилансера совершенно другой тайм-менеджмент да и я за разработал свою собственную систему систему блочного планирования они я вам неоднократно рассказываю все все вы ее помните достаточно эффективная система для фрилансера но тем не менее вот когда я читал про любящего я почувствовал что что-то там не так что то вот какая то есть что-то неправильное в его жизненной стратегии и он на самом деле сам прожив много лет вот в таком в таком режиме суперконтроля он это тоже начал чувствовать его система начала разрушаться сама разрушаться он сам начал прокрастинировать да то есть он естественно конечно под это была подложена какая-то рационализация но он начал разбрасываться да вот сейчас надо написать статью про платона а вот сейчас надо еще что-то сделать да то есть он начал от своей задачи отвлекаться почему потому что внутреннее сопротивление пошел пошел самосаботаж который он не должным образом не от рефлексировал просто потому что инструментов рефлексии в то время еще не было таких какие есть сейчас у нас и соответственно что можно сделать для того чтобы увеличить количество времени то есть по большому счету я думаю что он эту задачу составление этого атласа мог выполнить за не знаю за 10 лет и дальше заниматься чем-то другим за год мог бы выполнить таким образом увеличив количество времени да то есть человек вполне легко может увеличить масштабировать свое время каким образом до делегировав какую-то часть задачи то есть если один человек будет строить пирамиду да он наверное не сможет ее построить ему жизни не хватит а если собрать 100 тысяч человек то пирамиду можно построить за год даже если технологии не слишком передовые и вот здесь то же самое да то есть если бы он поставил задачей сделать научную карьеру стать директором не еда естественно ему пришлось потратить какое-то время на интриги потратить какое-то время на лизание задницы начальству да и так далее так далее да то есть это все вещи понятно но тем не менее все это можно сделать да если у тебя есть цель и добиться получения лаборатории какой-то до отдела собрать убедить начальство в том что этот атлас нужно сделать собрать команду и достаточно быстро эту задачу выполнить я долго много лет я мучился как думал почему у него это не получилось и есть некая подсказка на эту тему когда я читал есть такой замечательный десятитомник щедровицкого старшего не 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 петра георгиевича георгий петровича щедровицкого естественно и там есть замечательный что называется анекдот не знаю насколько правдивый или нет где он рассказывал обид типа тоже его мучила это загадка ведь почему что такое произошло с любящим почему он у него не было научной карьеры почему он был вынужден вот этим самодеятельностью заниматься и он был энтомологом да и вот он рассказывает такую историю вроде бы его попросили сделать подсчет количество насекомых вредителей где-то там в определенных в определенных регионах значит и он сделал подсчет этих вредителей и обнаружилось что в реальности количество вредителей которые уничтожают зерно в тысячи раз меньше чем те вредители которые были на бумаге то есть там были какие-то другие вредители не насекомые которые это зерно воровали продавали на вот а списывали это все на насекомых и вот он это доказал научными методами после этого его естественно отовсюду выкинули задвинули и больше никакой научной карьеры у него нет понимал ли он это мог ли он да то есть он ничего не добился этим да то есть он мог бы пойти на какой-то компромисс в этом смысле и в итоге в итоге добиться своей задачи да то есть такая задача этическая понятно что мы не можем решать за другого человека этические задачи но вот тем не здесь для нас важно вот что до что если бы человек шел по пути делегирования он бы свою задачу выполнить он по этому пути делегирования не пошел его задача не вы то есть жизненная миссия оказалась права и соответственно вывод из этого вроде бы то что нужно делегировать однако в самом этом делегирование есть определенные ловушки например когда я создавал мастерскую у меня конечно был и управленческие опыты опыт создания команд там и так далее так далее но во-первых у меня никогда не было своей компании да то есть я работал всегда за чужой счет да то есть у меня там на максимуме например в метро у меня было там под 50 сотрудников во взгляде было тоже там 50 70 сотрудников да то есть у меня были большие команды под управлением в частном корреспонденте крокодиле да были реально большие команды но не я платил им зарплату то есть я работал как наемный менеджер управленец а тут я создаю собственную компанию и у меня была конечно некая иллюзия такая что я буду такой как стив джобс такой вдохновлять людей и они будут работать и вот мы создадим вместе прекрасную замечательную компанию сценарную мастерскую мы достаточно быстро заработали первый миллион рублей наш первый запуск и по тем временам это были в общем-то хорошие достаточно деньги это 2004 осень 2014 года вот первый миллион окей все на эти деньги как я и предполагал да мы сможем сделать сможем открыть мастерскую что нам надо было нам нужно было сайт нам нужно было какую-то платформу где мы должны были вести занятия соответственно наладить какой-то по выстроить какую-то воронку для привлечения учеников да и вот все это все это сделать сделать так чтобы люди приходили и учились в нашей сценарной мастерской на этом у меня был четыре месяца сентября-тебря-декабрь и вот есть миллион и я начинаю нанимать людей сначала я нанимаю технического директора то есть человека который сделать нам сайт который сделать на платформу дальше я нанимаю менеджера по маркетингу да то есть я обнаруживаю как бы я в продажах ничего не понимаю у меня это плохо получается я это не люблю до нанимаем сначала одного менеджера по маркетингу менеджер делает странные действия совершенно да то есть приводит какую-то подружку свою говорит она тоже будет у нас работать я так почему вдруг нас у нас было трое нас уже четверо да то есть мне уже как бы четвертому человеку надо платить зарплату непонятно за что да и эта подружка делала для нас какие-то вещи которые нам были совершенно не нужны и нам за эти вещи приходилось расплачиваться ну реально моим времени да то есть это было такое очень очень странное делегирование до тех директор сделал нам платформу которая не работала сделал нам сайт который не продавал и на котором вообще ничего не было видно да то есть он был красивый очень да но вот поскольку основой был мой блог да то есть мои тексты которые я писал а блог был где-то вот маленькой маленькой точечкой где-то в углу сайта который совершенно было не видно на вот и в итоге я всю эту команду разогнал то есть я всем заплатил деньги естественно весит миллион ушел на покрытие вот этих экспериментов но в целом после этого я понял что все я завязываю с таким делегированием до делегирование должно быть минимальным сам сделал сайт нашел платформу get курс на которой и сейчас и проходит наше обучение и выстроил все воронки продаж да и так далее и так уже там восемь лет я работаю с одной помощницей то есть кроме меня в мастерской есть еще один человек татьяна савченкова наша сотрудница дни неизменная несменяемая которая занимается нашими соцсетями вот и все и больше мы не не расширяемся был еще неудачный эксперимент когда я нанимал человека который занимался продвижением нашего подкаста да и где человек просто деньги воровал вот и никаких результатов нам не принес так что вот с делегированием я обжегся достаточно сильно и и я вижу что очень многие люди очень многие эксперты работая с делегированием попадали в те же самые ловушки как например андрей парабелло наверняка известный вам я достаточно неплохо знал устройство его бизнеса и в какой-то момент его команда стала настолько разрастаться что его затраты на команду достигли 7 миллионов в месяц то есть бизнес его рос тренинги продавались все было хорошо это был там какой-то 2010 2011 2012 годы и он нанимал большое количество людей команда разрасталась до людям надо было платить и в какой-то момент он понял что ну как бы ну 7 миллионов только на команду и дальше он очень сильно сократил команду она вот там осталось человек пять потом она еще уменьшалась снова разрасталась дай под конец опять разрастал разрослась команда да и опять как бы не было денег чтобы этой команде платить константин давлата психолог тоже один из моих менторов и друг достаточно ну не сказать что близки но в общем у нас с ним были достаточно доверительные отношения мы часто общались и я с большим уважением отношусь ко всему что он делал тоже эфир у меня был с ним интервью было тоже довольно интересное и конечно я очень скорблю о его смерти преждевременной дядька был хороший и давлатов тоже все время попадал вот в эту ловушку делегирование нанимал условно говоря какого-то директора продаж до который директор отдела продаж который строил отдел на который уходи все заработанные деньги да а никаких продаж это не приносит то же самое у радислава гандапаса тоже как-то рассказываем как на каком-то из своих эфиров да он рассказывал что вот типа я там понятно что все деньги зарабатывает он он тогда зарабатывать сейчас я думаю больше зарабатывает тогда он зарабатывать два миллиона в месяц чтобы не так много на самом-то деле и вот я зарабатываю эти деньги да и я в планах да имею что вот я буду держать наберу команду из четырех сотрудников хотя кого я обманываю конечно же и будет сок да то есть тоже самое эксперт очень быстро обрастает разными паразитами людьми которые получают зарплату но которые по большому счету ничего такого ценного не делать поэтому нужно учитывать большинство из вас и людей которые проходят этот тренинг именно эксперты да не все из вас занимаются инфобизнесом да но с другой стороны строго говоря написание сценариев написание романов это тоже инфобизнес да то есть мы создаем какую-то информацию дальше мы эту информацию продает и вот эксперт это единственный кто производит товар и все остальные от этого кормятся да то есть один с ложкой семеро с ложкой производства самого товара в инфобизнесе не скажу что невозможно делегировать но это очень сложно почему потому что аудитория всегда настроена на автор и всегда огромные сложности возникают когда автор условно говоря создает зонтичный бренда создаю школу имени себя а под него туда значит нанимает учителей для того чтобы делегировать производство продукта это не невозможно есть успешные примеры да мне например нравится как это делать не на рубштейн мне кажется но мне вообще нравится все что она делает и мне кажется что он она как-то очень деликатно находит вот это взаимодействие с экспертами да то есть это как бы она то есть в этом как бы нет обмана такого что я продаю свою школу а там вести будет кто-то другой да то есть кто-то другой эксперт он всегда участвует во всех продажных мероприятиях в копирайтинге там и так далее так далее то есть это сделано очень грамотно но я понимаю что это не вот так вот случайно получилось да это результат многолетнего опыта да и на результат многолетних проб но в целом да это очень редко у кого бы то не было получается успешно и очень часто возникают такие случаи сейчас сейчас я попробую сформулировать тоже на примере истории у меня есть приятель тоже очень успешный человек владелец издательства автор сам автор книг по определенной тематике не буду говорить по какой духовного духовного развития скажем так и в числе прочего он делает курсы лекции довольно интересная и покупал прослушивала они прям реально очень классный там по юнгианской тематике прям очень мощный и и вот он значит все время попадает в одну и ту же историю то есть он находит какого-то партнера который помогает ему организовать техническую часть да и потом этот партнер всю редакцию переводит на себя да и кидает его с деньгами это там типа два или три раза подряд произошло я ему как-то написал что типа чувак ну а что ты сам не займешься ну взял на геткурсе зарегистрировал школу до купил аккаунт заплатил там сколько там 30 тысяч до минимальный на тысячу человек и все и работой больше и больше ничего не надо да зачем тебе половину денег отдавать человеку который по сути делает техническую работу нет нет слушай ты так сложно я в этом ничего не понимаю да то есть человек отказывается в этом разбираться дав не очень сложных тех да и готов заплатить половину денег отдавать половину денег за работу которая по сути но техническая работа которую может там любой пионер за 20000 вам сделал и очень многие эксперты попадают в эту ловушку потому что я понимаю что сейчас ну вообще есть такое давление до последние года четыре было большое количество разных курсов запускались для продюсер да есть такое давление рынка что эксперт больше денег заработает с продюсером то есть эксперт может трепыхаться сам но вот если у него появится продюсер который его будет продюсировать то он будет больше денег заработать зарабатывать это очень прям ну это такая манипуляция и это неправда да но это реально очень сильно распространено вот например я сижу парикмахерский в барберии наши меня стрижет мастер да и делаю маникюр да есть есть такое дело да вот делаю маникюр мне делают маникюр и значит мы болтаем с мастером моим о том что вот там инфобизнес там то все пятое-десятое значит и девушка спрашивает ты типа с продюсером работаешь но она понимает что у меня инфобизм да типа с продюсером работаю я говорю нет она ведь вот я тоже хотела сделать какой-то бизнес по обучению вот этим активовым сервису данного типа никак не могу найти продюсера да то есть у людей уже глубоко есть убеждение то что если инфобисты нужно работать с продюсером обязательно друзья у кого из вас есть продюсер кто из вас работает с продюсером или у кого из вас был опыт работы с продюсером пишите или если не было напишите что никогда не работали с продюсером то есть смотрите что получается пока вы пишете вот это делегирование продюсерских услуг она очень часто превращается в некое вынужденное партнерство да то есть человек по сути для вас регистрирует регистрирует домен например да делает аккаунт на get курсе да и выстраивает для вас какую-то элементарную вороночку которую там можно сделать за за 20 минут и берет за это 50 процентов ваших денег да то есть и то что вообще-то по-хорошему для вас технарь должен сделать за 20000 рублей да вы человеку за это платите каким там 300 700 тысяч рублей в месяц да то есть по сути продюсер да это человек которого вы нанимаете для выполнения каких-то услуг и отдаете ему 50 процентов ваших доходов за работу которые стоят на самом деле совсем немного и это все вот все эксперты от там азамата ушанова до парабеллума там и так далее так далее да вот они все говорят в партнерстве вы заработаете больше денег обязательно должен быть продюсер обязательно нужно делать партнерские запуски и так далее так далее я бизнес этот знаю очень хорошо я знаю что люди которые не делают партнерских запусков не работают с партнерами зарабатывают больше например дмитрий богданов до который очень четко всегда да вот у него правило я у меня нет ни одного равноправного партнерства да то есть у него есть что называется партнеры до которые в том числе и проценты получают да но это не равноправный он глав всегда понятно потому что он главный создатель контента так нет но я искала думала нужен ну вот вам ксения не нужен не нужен не ищите так никогда не было был короткий самый первый опыт создания онлайн-школы без результата был печальный опыт с продюсером уже был нужен пришлось развестись партнеры это прям больная тема после нескольких попыток решила что мне не нужны партнеры нужны только сотрудники полностью согласен снег особенно понимаете да вы производите контент да то есть вы производите товар да и вы там половину доходов отдаете за некие посреднические услуги это очень странно так с несколькими общалась всегда было ощущение что это развод нет особенно когда проходит какой-нибудь запуск у этой самой у кого там афонина обучает продюсер после этого у меня в личку обязательно где-нибудь в инсте и я как правило не читаю но я просто вижу то что там плюс 20 новых сообщений там каждое первое сообщение здравствуйте вы эксперт типа давайте я буду вашим продюсером банфик отправляю так к одному даже вписалась первый месяц убедилась что разводит расторгла контракт тут ни у кого нет хорошего опыта с партнером продюсер более того я общался с большим количеством не буду называть имен да с людьми с топовыми людьми инфобизнеса у многих из них был опыт того или иного партнерства да и все эти партнерства распались все ни одного бизнес молодость посмотрите до курилов и валера круто круто продает морозов все партнерства распались да то есть вот нужно стараться избегать вот такого такого невыгодного партнерства например оправу инфри до известная вам скорее всего такая телеведущая до у знаменитости да вот есть такая традиция да что у знаменитости обязательно должен быть агент агент получает десять процентов до человека который заключает сделки должен быть менеджер до организатор менеджер получает один получает 10 процентов и менеджер как правило получает три процента от доходы да и apart сказала что никто в моей команде не получают процентов все получают зарплату да то есть никаких процентных этих самых да именно поэтому состояние опры составляет 5 миллиардов долларов из группы кис ушел один из участников и не помню кто ну вот кто-то из участников ушел из группы понятно что все основатели кис да они все получали проценты все получали по 25 процентов взяли нового как вы понимаете да в группе кис не сложно заменить там партии простые очень действительно очень простая музыка прям реально очень простая нет это даже не black man это не лет запили это очень прямолинейные партии а вот значит и заменили человека просто на лице на лицо грим наложили никто и не заметил да но нового сотрудника взяли много гитариста по-моему басиста значит взяли на зарплату то есть три участника продолжали получать там кстати этот симонс лидер группы он прямо очень в смысле бизнеса очень грамотный дядька я читал его автобиографию он он прям реально круто он кстати выступал на инфо саммите дэна кэннеди рассказывал именно о бизнес части группы кис нового взяли на зарплату не на долю на фиксированную зарплату и понятно что эта зарплата она гораздо меньше чем доля может быть мало кто из вас знает такой факт что из группы пинк флот в какой-то момент ушел рекрай клочный тоже есть очень хорошая книга наизнанку написано ником мэйсон барабанщика и вот он тоже в числе всего прочего до британцы они очень таки зацикленные на на бизнес части своей вот и вот он рассказывает все эти нюансы значит рик ушел и потом он вернулся в какой-то момент для и он кстати долгое время он был именно так такой пункте он не был участником группы да он был таким пунктирным этим самым даже когда после water за оставшаяся часть команды воссоздала пинк флот 3 край не был ее участникам не был и он даже на обложке не был фотографий хотя он участвовал в работе он был наемным музыкантом по твердую зарплату долю от концертов долю от прибыли он не получал и очень многие звезды рока 60-е 70-е годы не получали больших денег да например ян гилан не получал взяли тоже deep purple он не получал доли он получал какую-то зарплату и вот самые золотые десять лет deep purple он получал только небольшую зарплату он не получал тех миллионов которые получали остальные в то же время есть другие примеры например сестра ким кардашлин я прям не я не успел подбук я все время забываю как ее зовут не успел погуглить поэтому это не так уж и важно в ее компании у нее под миллиард капитализации какой-то момент она была выше миллиарда потом упала чуть ниже но все равно это типа так какие 900 миллионов долларов ее компании 6 человек она занимается косметикой торгует косметикой и все производство косметики делегирован да то есть у нее нет завода по производству косметики она закупает готовую косметику до ставит какой-то там штамп свой на эту косметику и продает через свой инстаграм и при этом у нее ее команда 6 человек да она не занимается опять же косметикой да то есть у нее нет логистики она ничем этим не занимается это все делегировать она занимается только инстаграм только продажами и при этом у нее над каналом продаж над ее инстаграмом у нее полный контроль грубо говоря ни у кого нет пароля от ее инстаграм да и она имея 6 человек в компании имеет компанию под миллиард капитализации это прямо очень неплохо да я считаю что вот это и есть бизнес до бизнес который приносит миллиард это это бизнес обе за если у тебя есть завод но денег он не приносит то это не бизнес это благотворительные предприятия поэтому чем дальше тем больше будет на мой взгляд миллиардных компаний состоящих из одного человека есть даже книга миллиардная компания из одного так вот грамотно продуманное делегирование может помочь очень сильно взлететь неграмотное делегирование может очень сильно вас разорить поэтому вот есть выгодное делегирование с вашей стороны да то есть когда вы делегируете то что вам самим делать невыгодно да пусть ваше время стоит дороже и вы его до деньги ну как бы делегируйте то на что не хотите тратить свое время но при этом чтобы не было невыгодного делегирования с вашей стороны до чтобы слишком дорого не продавали то что вы можете сделать сайт очень часто делегировать можно не сервис не людям вернее а сервиса например там производство картинок да вы можете нанять художника за много-много денег который будет вам делать картинки например мне там знакомая одна попросила ведь вот типа можно там меня там . рисует да давай я тебе там кроликов повисую ну давай ладно 500 рублей за кролика но вот она мне двух кроликов написала 1000 рублей я и заплатил на понятно что это для чего но для того чтобы поощрить человека рисовать до чтобы почувствовал вкус денег вот в целом конечно нафиг мне это надо да то есть мне нейросеть бесплатно этих кроликов нарисует столько сколько надо за ноль день до картинки музыки тексты сейчас все это легко и бесплатно пишут в нейросеть бухгалтерия можно нанять да то есть я со своими доходами вполне могу нанять бухгалтерию теток которые будут нанять кабинет снять до посадить там четырех теток которые будут заниматься моей бухгалтерии отчета писать будут пить чай гонять чей с утра до вечера и получать зарплату по 50 тысяч в месяц можно можно но зачем есть сервисы которые все это делают бесплатно да не бесплатно да за за небольшую небольшую плату ежегодно то есть не нужен человек на зарплате дальше есть дела которые мы должны там повседневно делать условно по квартире нужно ходить в магазин каждый раз и я какое-то время назад не сильно давно да у меня в числе прочего была обязанность взять список огромный пойти в магазин провести там два часа и притащить эти огромные сумки притаранить домой сейчас я этого не делаю и никто из моих женщин в доме тоже не делают они садятся в интернет заказывают виду и всю еду нам приносят домой то есть никто из нас магазин не ходит это все делегировать да то есть мы платим курьеру до 100 рублей даем бонус и нормально да то есть мы время на это не тратим если например на готовку женщинам там тоже времени не хватает тоже вообще не проблем заказали в теремке борща пельменей до готовую еду при привозят и сели поели не тратить на это время дальше мытье окон условно говоря да вы каждую весну надо помыть окна осенью после лета надо обязательно помыть окна до 5000 рублей или 7 тысяч рублей да то есть приходит человек за два часа специалист все очень чисто замечательно мой зачем я буду тратить на это свое время плюс я высоты боюсь живем на восьмом этаже до уборка то же самое зачем я буду тратить свое время я вспоминаю меня там было обязанность свое время типа кухни мыть вот и час я должен был тратить на это и у меня жена все время надо мной смеется как так неужели тебе трудно было час времени в неделю в воскресенье там помыть кухню конечно трудно но час времени я за час я за час напишу статью на час это очень много я за час очень много могу успеть поэтому зачем я буду это делать да вот нанялись заплатили человеку он пришел так все поможет су что на вот это выгодное делегирование с вашей стороны то есть час вашего времени явно стоит больше чем час работы уборщика насколько понятна эта мысль коллеги что вот есть выгодное делегирование с вашей стороны и есть невыгодное делегирование и вот надо стараться Избегать невыгодного делегирования и прибегать к выгодному делегированию. Вот я домашний все делегирую. Абсолютно, да. Я ничего из этого не делаю. Доставка рулит. Стала пользоваться два года назад и это самое удачное решение. Да, кстати говоря, со временем пандемии очень много сервисов. Поначалу все это было тяжело. Я даже слово такое придумал. Слотничать. Когда сидишь и ждешь слоты на доставку. Вот появился слот на 12 часов. А, все, заказываем. Сейчас уже этой проблемы нет. Хорошо, идем дальше. Вот запомните, это очень важно, то, что я вам сегодня сказал. Почему? Потому что когда-нибудь это спасет вашу карьеру. То есть когда-нибудь вы окажетесь в ситуации, когда какой-нибудь продюсер, агент, менеджер, да, кто-то вам скажет. Давай ты мне будешь отдавать 50% дохода за то, что я буду какие-то посреднические услуги оказывать. И посмотрите, что там за услуги. Может быть, проще самому это сделать и не отдавать за это 50% своих денег. Да, но при этом, например, есть какие-то дела, да, например, прогулка с ребенком. Да, вот мы там вчера три часа катались на самокатах. Да, это тоже можно делегировать. Да, нанять няню какого-нибудь сопровождающего, да, это даже недорогие деньги достаточно, да, и съездят, съездят, и покатают, и погуляют, и вернут в целости и сохранности. Я это не делегирую, потому что это заряжает меня энергией. Мне это нравится. Я люблю своего сына и люблю проводить с ним время. Вот. Дальше. Идем дальше. Да, и вот делегирование. Выгодное делегирование и невыгодное делегирование. Теперь, смотрите, мы с вами пока говорили о вас как о субъектах делегирования, да, то есть как о человеке, который делегирует. Да, и можно выгодно делегировать, либо невыгодно делегировать. Есть еще один нюанс. Вы же являетесь и объектом делегирования, да, то есть и вам делегируют, помимо того, что вы делегируете. Например, я приезжаю, ну, в царствие небесное светлое место, родители у меня уже умерли, да, но тем не менее, да, вот я приезжаю, например, там, было, приезжаю к маме, и мама говорит, там, надо выкопать картошку, или надо там дрова переколоть, или еще что-то. Ну, дрова я переколю, опять же, почему? Потому что я очень люблю колоть дрова. Мне нравится физическое усилие, да, то есть классно. А вот копать картошку я ненавижу с детства. И я ей говорю, мама, вот тебе тысяча рублей, найми, купи бутылку, да, за что бутылку, да, тысяча рублей, это 10 бутылок. Вот, говорю, найми кого-нибудь, кто придет тебе и выкопает за полдня, за эту тысячу рублей, выкопает тебе всю картошку. И ей эта мысль в голову не приходила, как целую тысячу рублей. Я говорю, мама, я покупаю у тебя день свой. Да, то есть я могу сейчас сидеть и целый день копать эту картошку. Давай мы с тобой посидим на кухне и поболтаем про нашу жизнь. Да, и вот мы сидим и болтаем с мамой про нашу жизнь. И очень такой запоминающийся день, вместе провели. Да, не так уж много у нас этих дней было за последние 30 лет, с тех пор, как я уехал оттуда. Вот, да, я за тысячу рублей купил день общения с мамой. Да, за тысячу рублей она наняла, там, два соседа пришли, с огромным удовольствием купили, да, с огромным удовольствием все выкопали, да, и пошли замечательно эту тысячу рублей пропивать. Считаю, что очень выгодную сделку заключили. Да, и им выгодно, и нам выгодно. Дальше. Приятель мне говорит, правда, давно было, потому что сейчас уже никто мне такое не предложит, да, значит, приятель переезжает с одной съемной квартиры на другую. Давай приезжай, типа, помоги мне там с квартиры на квартиру переезжай, много вещей, надо грузить, потом, типа, мы, я тебя пиво угощу. Я говорю, слушай, дружище, вот есть сервис там грузовичков, легковичков, да, вот найди в интернете, есть сервисы, которые занимаются перевозкой, да, то есть тебе придут мужики, наденут бахилы на ноги, возьмут перчатку, перчатки наденут, все упакуют, все уложат, отвезут, вынесут, поставят, расставят, распакуют, заплатишь там 500 рублей сверху, еще все это сделают аккуратно. А вот, а мы с тобой сядем и просто попьем пиво, пока они будут все это носить, а я не буду этим заниматься, да, то есть это попытка делегировать в мою сторону, да, какие-то вещи, которые я не хочу делать. Мне периодически, там, у меня приятель занимался этими самыми, ну, разбирался в компьютерах, но уже при этом был там известным бизнес-тренером. Он говорит, приходишь к кому-нибудь, и кто-то говорит, о, слушай, блин, ты же разбираешься в компьютерах, можешь мне винду переустановить? И он такой, нет, почему? Не хочу. Ну, тебе надо переустановить винду, вызови мастера, тебе за 500 рублей переустановят. Я не хочу тратить свое время на это, да, тратить даже час, тебе что, ну, час времени, да, ну, час моего времени стоит, там, не знаю, 100 тысяч рублей. Да, зачем я должен тратить его на услугу, которая, там, 500 рублей стоит. Вот. То есть нужно отлавливать те случаи, когда идет невыгодное делегирование в вашу сторону, когда вас просят заняться какими-то делами, да, которые, ну, условно говоря, ниже вашего ценника. Бывали ли у вас такие случаи, напишите в чате, когда вам пытались делегировать вот такие вещи, да, когда, а по специальности постоянно, да, мне все время пишут, я тут чистил фейсбук, зашел, зашел, там, мы снова оживляем нашу страницу на фейсбуке, там вроде потихоньку успокаивается все, вот. И я чистил эти отфильтрованные запросы, там куча всего интересного, непрочитанного за последние три года, вот. И там большая часть из них, Александр, я написал сценарий, или я написал роман, вот можете его прочитать, дать мне обратную связь. Вот большая часть вот такие запросы, вот. То есть, ну, человек бесплатно пытается получить от меня услугу, которая вообще-то стоит достаточно больших денег. Да, то есть, чтобы я прочитал роман и дал по нему обратную связь, да, мне полдня времени надо, да, а полдня моего времени стоит столько, сколько у вас нет. Вот, поэтому тоже у меня есть достаточно простое правило в этом смысле, да, в смысле прочитать сценарий. Да, самое главное, что если даже я в свое время еще читал, давал обратную связь, да, и люди очень сильно обижались, потому что, ну, как бы, и не понимали эту обратную связь. Да, почему ты ругаешь мой сценарий? Он же гениальный совершенно. Вот, поэтому я всегда говорю, я читаю сценарий только своих учеников, только написанный в мастерской. Вот пройдете на курс по роману, я буду читать каждую неделю, буду читать то, что вы написали, буду давать вам обратную связь. Да, приглашали на торжество с видеокамерой. Прямо сейчас занимаюсь своими границами в этом месте с предполагаемым работодателем. Да, когда работала налоговым экспертом, просили по быстрым налоги быстро рассказать. Напрашивались друзья, старались получить профконсультацию. Да, иногда пытаются, но где сядешь, там и слезешь. Да, отлично. Хорошо. Теперь дальше. Вот должен быть инструмент антиделегирования. То есть, когда вам пытаются что-то делегировать, и это для вас невыгодно. То есть, должен быть четкий фильтр и очень четкое отфильтрование этого невыгодного делегирования. Но еще есть еще одно четвертое измерение, которое я называю такое анти-антиделегирование. Что это значит? Это делегирование в мою сторону, которое я хочу. Да, то есть, я не хочу такого бесплатного или демпингующего делегирования. То есть, я для вас что-то сделаю, а вы мне бутылку пива угостите. Да, я бутылку пива и сам могу себе позволить. Да, или я вам сделаю что-то, а вы мне за это спасибо, может быть, скажете, а может быть и не скажете. Да, то есть, это такое делегирование. Должен быть антиделегирование. Но и есть анти-антиделегирование. Например, вот смотрите, я хочу выступить, например, я хочу выступить на какой-то конференции, где будет интересная для меня аудитория. При этом организатору конференции нужны выступающие. Я сам организую конференцию, единственную сценарную конференцию на всем постсоветском пространстве. Провожу ее уже в этом году, в десятый раз. И для меня самое сложное, да, это собрать программы. Я сижу, думаю, кручу, вспоминаю всех экспертов, которых я хочу там видеть. Да, вот и, естественно, я всегда очень рад, когда мне какой-то интересный эксперт пишет мне и говорит, слушайте, вот есть такая тема. Да, например, там человек, я вот комиксами занимаюсь. Давайте я приду и выступлю, расскажу про сценарий комикса. Конечно, да. Конечно, хочу. Или там аудиодескриптор, да, человек, который занимается переводом фильмов для слепых. Да, конечно, да. Да, для меня это очень интересно. Или юрист пишет и говорит, вот могу вам рассказать о нюансах, связанных с заключением договоров. Я такой, конечно, да, интересно. То есть, когда человек мне предлагает, и мне интересна тема, да, это и человеку выгодно, да, что он себя засветит на его целевую аудиторию. Да, потому что нашу сценарную конференцию слушают все. Вся индустрия ее слушает. Все пасутся на ней. И, с другой стороны, и мне выгодно, потому что человек с интересной темой на моей площадке, моей аудитории что-то ценное, интересное расскажет. Да, такая вин-вин-вин, да. То есть, выигрывает все. И служители выигрывают, и эксперт выступающий выигрывает. И я, организатор конференции, выигрываю. Да, то есть, давайте теперь я со стороны выступающего посмотрю. Да, он делегирует мне выступление. То есть, он мог бы сам сесть и выступить, провести все выступления. Когда я первую конференцию запускал, да, там сложно было с экспертами. Почему? Просто сложно было набрать людей, да. Естественно, я друзей всех своих собрал, все равно экспертов не хватило. Поэтому я каждое утро делал, два дня шла конференция, да, я утром выступал с мастер-классом и вечером выступал с мастер-классом. И на второй день, утром и вечером, да. То есть, я четыре мастер-класса провел за два дня. Дальше все, я уже не веду со второй конференции, я уже не веду сам выступление, да, я полностью все делегирую. Да, и вот я, как эксперт, я ищу такое делегирование. Да, то есть, нужно искать выгодное делегирование в вашу сторону. И строго говоря, когда мы работаем как эксперты, да, вот я учу людей сценарному мастерству. Человек может научиться сам, да, он может потратить на это 20 лет своей жизни, набить все шишки, да, поработать там-сям. Вот я там со всеми основными компаниями поработал, да, поработал со всеми телеканалами, да. Везде выходил. Мои сериалы выходили на всех телеканалах, да. И 20 лет своей жизни я на это потратил, да, закончил два университета, да. И вы можете, пожалуйста, идите этим же путем. Через 20 лет вы будете знать то же, что знаю и умею я, да. Но вы можете делегировать мне эту работу и получить концентрировано эти знания и навыки за несколько месяцев и там 70 тысяч рублей. Да, и мне интересно такое делегирование и человеку тоже интересно такое делегирование. Да, то есть, и нужно искать такое делегирование для вас, которое будет выгодно. То есть, искать что-то, что вам делегируют и вам это будет выгодно. Насколько понятна эта мысль? Анти-делегирование и анти-анти-делегирование. Так, чувствую, что в боль попал прямо с этим. С анти-делегированием. Так, муж любит так. Посмотри в интернете, как починить котел. Газовую колонку. Ха-ха-ха, зачем мне в этом разбираться? Ну, вот какие-то домашние эти самые, да. Я, например, ну, наверное, смогу починить унитаз. Мне случалось это делать. Но зачем? Ну, я ни одной лампочки в нашем доме не поменял за последние 10 лет. То есть, у нас есть человек, который там накапливаются какие-то вещи, которые надо сделать. Да, он приезжает и по списочку тут отклеилось, там открутилось. Тут надо стояк поменять, там надо еще что-то поменять. Да, вот он все это делает. Я даже секунды времени на это не потрачу. Короче, резюмирую. Давайте подведу итог. Да, мы же с вами любим все по инфобизнесовому терминологию в какую-то обратить. Таким образом, у нас с вами получается квадрат делегирования. Да, как квадрант денежного потока у Киосаки. Да, у нас такой вот квадрат, квадрант с этими делегированиями. Да, то есть делегирование бывает с нашей стороны выгодное и невыгодное. Да, то есть когда мы нанимаем человека, который чинит нам унитаз за 500 рублей, хотя можем сами починить его, если потратим день своего времени. И он даже, наверное, работать будет. Да, это выгодное делегирование. Когда мы нанимаем продюсера, который нам делает за 5 минут аккаунт в биткурсе и после этого сидит и получает 50% наших денег, ни за что. Это невыгодное делегирование с нашей стороны. То есть делегирование с нашей стороны бывает выгодное и невыгодное. И делегирование в нашу сторону, оно тоже бывает невыгодное и выгодное. То есть когда мне делегируют выкопать картошку или вынести вещи какие-то, это невыгодное делегирование в мою сторону. А когда мне предлагают выступить на конференции, на мою, на интересную у меня аудиторию, это выгодное для меня делегирование. Или когда человек приходит в мастерскую и говорит, научи меня писать сценарий или книги, для меня это выгодное делегирование. Таким образом, домашние задания. Во-первых, провести ревизию своих дел. И что из ваших дел можно выгодно делегировать? И я советую попробовать в течение недели каждый день делегировать хотя бы одно какое-нибудь свое дело. И пишите отчет. Делегировано то-то, делегирована доставка, делегирована посудомойка, делегировано зашивание вещей и так далее. Это не трудно пять раз что-то делегировать. Может быть, вы попробуете и скажете, ой, нет, лучше я сам буду это делать, что-то мне очень нравится. И это тоже нормально. То есть наша задача пощупать эту тему делегирования. Нет задачи делегировать все. Дальше. Если у вас есть какое-то невыгодное для вас делегирование, то его надо закрыть. И вот эта неделя, да, это время для того, чтобы обнаружить у себя это невыгодное делегирование, если оно у вас есть, и закрыть это делегирование. Дальше. Я попрошу вас в течение этой недели, да, потому что, ну, такие ситуации, они не постоянно бывают, они бывают время от времени. Да, и может быть, что в течение этой недели у вас таких ситуаций не будет. Но вспомнить попытки делегировать вам что-то, что вам было невыгодно. И проанализировать, как вы себя вели в таких ситуациях, когда вам пытались что-то делегировать, и это было для вас невыгодно. И для себя четко составить правило, как я в будущем буду вести себя в этих случаях, когда мне будут вот так невыгодно пытаться что-то делегировать. И определить для себя, какое выгодное делегирование в вашу сторону вы сейчас ищите. Например, если там я ищу, выгодное для меня делегирование, да, там выступление на конференциях. Соответственно, да, нужно определить, что вот на каких конференциях мне было бы выгодно и интересно выступить, да. Условно говоря, занимаюсь маркетингом, да, надо выступить на суровом питерском СМН, да, или занимаюсь инфобизнесом, да, именно обучением в сфере инфобизнеса, надо выступить там на белой конфе у Румянцева. Соответственно, надо найти сайт этой конфы, найти, где, как туда попасть с экспертом, податься и, да, и чтобы вам Румянцев делегировал вот это выступление на его конференции. Ну и в конце недели, как всегда, пишем в свободной форме отчет, что изменилось, были ли инсайты, которыми хочется поделиться с коллегами. Понятно ли домашнее задание? Если понятно, напишите. Если задание понятно, если есть вопросы, то задайте вопросы. И пока вы пишете, я напоминаю, что еще раз, что 4 места осталось на курсе по Румянам, и если думано, то давайте вперед. Помочь копать на участке. Да, 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 то, что надо. Ок. Ок, все, домашнее задание понятно. Все, тогда, друзья, на этом мы сегодня заканчиваем. И увидимся в следующий понедельник на очередном уроке нашего года денег. Спасибо за внимание и пока-пока.